Друзья, всем привет! Сегодня у нас гость в нашей небольшой фейсбук-студии. Это пастор Геннадий Махненко, он же капеллан, он же публицист, журналист, отец 33 детей уже. И батя, наверное, для нескольких сотен точно. Я еще велосипедист, шахматист, футболист, но список длинный. Длинный, да? Спасибо, очень рад приглашению и уверен, будет интересный разговор. Ты знаешь, что мне можно задавать любые вопросы? Любые вопросы? Потому что люди часто, а можно вот это спросить? Ну вот я, все, что интересно. Поэтому вопросы будут любые и мы в прямом эфире, я никогда не режу прямые эфиры и не вырезаю определенных мест. Поэтому все, что сегодня мы скажем, все попадается. Тема в моем будущем прямом эфире этой недели одна из тем. Но она связана с политическим скандалом в Украине, который я буду комментировать, где прослушали премьер-министра. Я хочу напомнить всем людям, что в принципе мы все живем в режиме онлайн. Любой человек по всему лицу земли находится в прямом эфире постоянно. То есть ничто не укрыто от очей господних. Ученые говорят о том, что любое слово, произнесенное человеком, теоретически, физики-теоретики говорят, можно поймать в космосе спустя 200-300-500 лет и считать сказок. То есть оно не исчезло, оно где-то бродит во вселенной. Поэтому мы все время в режиме онлайн. Нам можно расслабиться. Примерно то же самое буквально, может быть, несколько лет назад нам профессор по IT-технологиям в университете то же самое говорил. Говорит, не рассчитывайте, не надейтесь. Та информация, которую вы думаете, что вы удалили ее с содержания твоего телефона, она хранится на вас в специальных архивах. То есть все-все-все и есть о нас. Такой, наверное, хороший пример, который нам приводили в университете. Представьте, что если бы ваши внуки сейчас узнали все абсолютно тайное, что вы делали когда-то в интернете, в социальных сетях, публиковали, узнавали. Каким бы была ваша реакция? Хотели бы вы, чтобы это было? То есть ты думаешь, это практически реально. Моя любимая шутка на эту тему, не совсем шутка, это богословские корректные заявления. Пастор родной церкви как-то сказал прихожанам, говорит, если бы вы все обо мне знали, то никто бы из вас сюда сегодня не пришел. Ошарашенная церковь притихла, но у него было замечательное продолжение. Он говорит, если бы я все знал про вас, я бы никого из вас сюда не пустил. То есть нам надо привыкать к миру, в котором все абсолютно прозрачно и не очень напрягаться по поводу того, что кто-то нажал на красную кнопочку REC. Я думаю, да, это хороший принцип. Геннадий, ну сразу не будем, наверное, долгие преамблы делать и перейдем сразу к нашей основной теме. Я мало проповедовал в воскресенье, у меня было всего одно служение, поэтому я могу перейти в длинные ответы на вопросы в режиме проповеди. Ты, если что, меня решительно обрезай в этом вопросе. Хорошо, я буду стараться. Тему я назвала так, гражданский, сейчас у нас там, наверное, люди немножечко успокоятся. Это нормальная атмосфера, абсолютно. Хорошо, гражданский долг по-христиански, я так назвала эту тему, то есть мне показалось, наверное, это то, чем вы занимаетесь, отрождается сейчас. И я думаю, что вам уже, наверное, даже будучи здесь и вообще во всех местах, где вы посещаете, с вами берут интервью, спрашивают ваш вопрос, задут вопрос. Может, мы ее переименуем в церковь и гражданское общество? Церковь и гражданское общество. Ну так, для яркости сюжета. Я думаю, не будем заниматься плагиатом, так как уже такое название есть, но если мы... Ну, мне это очень интересно. Интересно. Здесь есть о чем поговорить. Все знают вашу позицию по поводу оружия, и вы ее не скрываете. Существуют различные мнения, и церковь современная относится к этому вопросу по-разному. Но беря оружие, то есть за всю историю, даже посмотреть на правителей Библии, то есть многие вопросы решались без оружия. Беря оружие, то есть вы таким образом лишаете Бога возможности сделать что-то невооруженным путем, и не верите в то, что есть какая-то сила высшая, которая может решить вообще ситуацию сверхъестественным образом, или как вообще это объяснить? Ну, оружие никогда не является, не должно являться первым аргументом, а скорее последним аргументом. Там, где можно останавливать зло словом, а слово самая великая сила в мире, слово сильнее любого оружия, вне всякого сомнения. Есть один из русских поэтов, замечательные строки. Ты лгал о голос злой, быть может никогда мир так не ждал спасительного слова. Лишь слово царствует, меч был рабом всегда. Лишь словом создан мир, лишь им создастся снова. Слово самая великая сила в мире, дух самая великая сила в мире. Но нам необходимо быть не религиозными фантазерами, а реалистами. И христианское богословие реалистично, писание реалистично. Поэтому в нем в качестве духовного оружия указано слово, молитва. Но есть другие оружия. И в частности указано и в новозаветном концепте, указано оружие физическое, дабы останавливать делающего зло. Если возможно остановить негодяя словом, это надо делать словом. Похлопыванием по плечу, прекрасно, чудесно. Схватить его руку, надо схватить руку. Заломать руку, надо заломать руку. Скрутить его в бараний рог, если это единственный вариант, скрутить в бараний рог. К сожалению, зло реально, и иногда единственный вариант его остановить, это выстрел. И право на выстрел у христиан для того, чтобы остановить зло, было, есть и останется до конца времен. История в Техасе. Несколько недель назад на шестой секунде человек, который пришел убивать прихожан, на шестой секунде выстрел охранника остановил злодея. И безусловно охранник не убийца, он защитник, он герой. Но меня впечатлило еще более, чем выстрел охранника, 10 стволов прихожан Техасской церкви, направленных на шестой секунде уже на этого негодяя, который пришел вот просто расстреливать людей. Нам надо быть реалистами. Я реалист. Мне, у меня есть такая фраза, я говорю, господа пацифисты, прекращайте убивать людей. На пацифистах много, очень много крови на самом деле. Когда люди говорят, что зла не существует, и нам никогда, зло никогда не переступит наш порог, никогда не будет, нас не коснется, обойдет нас стороной. Но это фантазии, в какое-то время в это можно верить вдали, в хорошем обществе, в хорошем районе, в хорошее время можно в этом как-то пребывать. Но, к сожалению, это неправда. Поэтому иногда людям нужно применять силу. Мне ее приходилось применять много раз. Слава богу, мне не приходилось стрелять, убивать людей. Но вся моя христианская жизнь пересекалась с сюжетами, когда я должен был применять силу, чтобы остановить насилие, бандитизм, чтобы скрутить в бараний рог человека, который убивает детей наркотиками или что-то подобное. Смотрите, миссия и предназначение у каждого человека может быть своя. Инструменты, соответственно, разные. Вот если мы возьмем даже пример от личной истории, который меня просто буквально поразил, наверное, поменял какое-то мое отношение и к оружию, и вообще вот ко всей этой ситуации. Это только было 500 лет реформации недавно, и предтеча реформации считается Янгус. Но какие два совершенно разных и противоположных течения из него родились? Одни, моравские братья, миролюбивые, просто христианское направление, которое все вопросы решали мирным путем, евангелизировали, служили людям. И гуситы, такой известный Ян Жишко, который просто одноглазый, с перевязанным глазом. Но Бог ему во сне, то есть по преданиям, по истории, Бог ему во сне давал конструкции, оружия, танков и вообще современного оборудования, которое только сейчас появляется. И он решал все жестко. Давай сразу расставим процентное отношение, скажем так, радикальных пацифистов к реалистам в истории христианства. И мы получим две очень контрастные цифры. Вот недавно доктор Лихошерстов, мой старый друг, занимаясь апологетикой, давал цифру, и он призывает ее проверить, просмотреть. Но эта цифра 0,5% христиан, которые говорят, что никогда христиане ни в коем случае не должны применять силу для защиты кого бы то ни было. Это 0,5%. 99,5% христиан, сегодня живущих на земле, не являлись и не являются радикальными пацифистами. Это и есть христианское учение. То есть мы почему вообще об этом ведем полемику? Потому что мы плоды постсоветского маргинального христианства. И объяснить пастору в Америке, что не может христианин быть полицейским, очень сложно. Слава Богу, уже вот я беседовал там вчера с одним очень авторитетным пастором в этом городе, одним из наиболее авторитетных до 12 ночи пожилых людей уже, влиятельнейших служителей. И у них в церкви есть полицейские, у них в церкви есть солдаты. Хотя им еще все сложно это вместить. Я в Техасе спрашиваю пастора, говорю, пастор, правда, что у тебя прихожане в церкви, вот прям на служение есть те, кто с оружием? Он три раза переспрашивает мой вопрос, а потом отодвигает полупиджака и показывает, и говорит, а в чем собственно проблема? Они вообще не могут понять постановки вопроса. То есть мы, вот славяне, славянская диаспора здесь в Америке, отчасти в Украине, в России, мы больны советским пацифистским взглядом, который, я настаиваю, был индоктренирован спецслужбами КГБ в головы христиан, который мешал мне, молодому парню, прийти ко Христу. Несколько лет я топтался на пороге церкви. Одна из главных причин, которая мешала мне его переступить, это был как раз разговор с пацифистами. Они мне говорили, что если ты, Геннадий, станешь, как мы, верующим, то тогда, проходя мимо девушки, которую обижают, ты не имеешь права за нее заступиться. Ты должен будешь молиться, чтобы Бог прислал кого-то неверующих, кто заступится. Я им говорил, ребят, вы аморальные типы, я с вами ничего не хочу иметь общего, вы просто ненормальные. Это ваша этика нездоровая. Слава Богу, чуть позже я узнал, что этот взгляд, мягко говоря, очень странный. И это не христианский традиционный взгляд на проблематику. Поэтому меня попустило, я с радостью перескочил с черту своего покаяния в Дом Божий, поняв, что мне не надо стать аморальным человеком, становясь христианином. Вот это было очень важно. Я считаю, что пацифизм, его радикальная форма, во-первых, я заявляю, это не является классическим христианством, во-вторых, это мешает людям прийти к Богу. Ну, вот не является ли это, вот вы сейчас сказали, одну радикальную сторону пацифизма, потому что здесь это в большой мере тоже наблюдается, когда ты пытаешься ответственность, ту, которую у тебя там гражданская позиция, гражданский долг есть, и ты пытаешься ее переложить на кого-то, и прикрывая это все такими святыми духовными фразами, параболами в стиле нашей брании против плоти и крови, против духов злобы поднебесной. Но, как я понимаю, если ты и борешься действительно на духовном уровне, ты молитвенник, то твои сражения должны проявляться в реальном мире. То есть это и есть результат, наверное, твоих побед, что Бог на твоей стороне, как с Иисусом Навином, когда 300 человек выходили против многотысячных войск с полной оккупировкой, и они побеждали. Но это была действительно сверхъестественная божья поддержка. А вы сейчас говорите, это одна сторона. А вы сейчас говорите о второй стороне, то есть тоже о второй радикализме, то есть нету какой-то такой золотой средины. Одна из главных трагедий нашего, опять-таки, постсоветского духовного ментального пространства, это проблема, которую я назвал «Бог за скобками». Год назад у меня была проповедь с аналогичным названием. Если совсем коротко, вот здесь в скобочках кипит жизнь. Это политика, общественная активность, правозащитная деятельность, журналистика, блогерские проекты, соцсети. Здесь наука, здесь образование, здесь культура. То есть вот кипит жизнь. А духовность для человека, травмированного московской парадигмой псевдоправославной, духовность это где-то за скобками. Вот там на острове, помнишь фильм «Остров», да? Вот классика, то есть настоящий духовный человек, он где-то на острове, вдали от жизни, где-то там в келье, как вот персонаж Мамонова, актера, там на куче угля спит, кидает в кого-то сапогами, от него, конечно же, воняет. Вот духовность это какой-то остров. И это не пересекается с нашими реалиями. Это огромная, фундаментальная, бесовская ложь. И, к сожалению, мы поражены. Когда мне люди говорят, «О, наша брань не против плоти и крови», я говорю большинству людей, «У вас вообще нет никакой брани». Или почти нет. Вы дезертировали с поля боя. Вы думаете, что проведя молитвенное собрание раз в неделю в своей церкви, вы являетесь духовными воинами. Вы дезертировали. Вас нет в образовании, вас нет в культуре, вас нет в науке, вас нет в политике, вас нет в общественной деятельности. Вы не влияете, вы не ведете ментальные сражения. Геннадий, абсолютно именно в этом и вопрос. Вот сейчас мы говорим о войне, мы говорим о оружии, но если мы возьмем того же правителя Соломона, то есть о чем он просил, чтобы Бог ему дал? Чтобы Бог дал ему мудрости. То есть человек, который правил, вообще действительно мудро управлял государством, без воин, как это делали другие цари. И я это на себе реально ощутила. Мы сейчас, может быть, дальше немножко коснемся темы. То есть то, что у нас даже в Калифорнии происходит, ты понимаешь, что выхожешь под Белый дом, кого-то там увезли, допустим, в полицейский участок, хотя это мирные демонстрации против определенных антиконституционных, против человеческих, против крестьянских законов. И ты понимаешь, подожди, а это ничего не меняет, это просто сотрясание воздуха, как и здесь. Ты возьмешь оружие, ты побегаешь. Нужно идти туда, в систему. Почему никто не пропадет? Почему вы до сих пор партию не открыли, например? Или прихожане ваших церквей пошли не в армию, а пошли получать юридическое образование, как это сейчас делают, например, ребята в Портленде, открыли классную там Slavic Vote организацию и отправляют людей, конкретно уже у них несколько юристов готовится, несколько людей, которые пойдут в систему образования, вышедут в Палату Ассамблеи, в Палату Сената. То есть нужна будет поддержка. Вот это реформаторский концепт. Вот это запах реформации. Когда христианин идет служить Богу в юриспруденцию, ну в разные перечисленные сферы жизни. Это реформация. Он не чурается общественной жизни. Он в эпицентре. У меня есть старый девиз, я называю это, я говорю, церковь должна быть в проблеме. Церковь должна идти в эпицентр наиболее актуальных проблемных вопросов в нашем обществе. Занимать там круговую оборону, интеллектуальную оборону. Конечно же молитвенную, но не только молитвенную, интеллектуальную. Потому что идет война парадигм. Идет война мировоззрений. Книга профессора Бачинина, которого вообще я книги рекомендую всем. Вячеслав Бачинин, питерский профессор, настоящий протестант и реформатор. Одна из его книг называется «Мистерия гуманитарной аномии». То есть это тайна гуманитарного беззакония. На наших глазах, вот мы говорим здесь, я в Калифорнии за короткое время, я слышу о том, что творится в сфере образования. О том, как идет демоническая атака на учеников в школах. И если мы думаем, что все, что может делать церковь, это только молитвы наши в храмах, если мы молимся и не отсылаем в сферу образования лидеров, то мы на самом деле дезертировали. Мы убежали с поля боя. Более того, когда кто-то из христиан туда идет, ему встреляют в спину дезертиры. Ну, впрочем, как на любой войне. И это касается всего. Человек-христианин идет в политику, и убежавшие с поля боя христиане кричат «политика – грязное дело». Ты начинаешь работать в соцсетях и обсуждать какие-то темы. О, она влезла в эту грязную вот эти социальные сети демонические. Я иду на войне со своим мировоззрением, «Мне кричат в спину Махненко этот, кровавый пастор» и так далее. То есть, они мало того, что дезертировали с поля боя, они еще стреляют в спину. Неужели это не является принципом вообще света? Если это грязная сфера, если это темная сфера, нам нужно идти в нее и освещать. Просто в другой момент, какими инструментами мы руководствуемся? То есть, как по мне, даже спросили мою позицию на этот счет, я считаю, что быть полицейским это такое же призвание, как быть президентом, политиком, учителем, медийщиком. Нам вот так нужны христиане полицейские сегодня в моей стране. Но это тоже не может быть. Кстати, здесь начальник полиции Донецкой области недавно был здесь у вас в Калифорнии. Он бывал во многих церквях, он общался со многими христианами. Я хочу выразить мое личное почтение христианам Калифорнии, которые добрались до начальника полиции области в моем городе офис находится, к которому я в Мариуполе не добрался. Я искренне вас благодарю. По возвращении домой я уже поставил себе в планы, мне даже как-то стало стыдно. То есть, этого офицера полиции ответственнейшая работа сейчас для моего города это качественная, нравственная, этически высокого стандарта работа полиции. И то, что его сегодня, его службу осоляют из Сакрамента, ну не все значит, что у вас так потеряно. Нам очень нужны полицейские христиане. Политики христиане нужны как воздух. Философы христиане нужны. Носители консервативной идеи. Недавно был прав один из моих знакомых, он написал такой пост о том, что сегодня в мире наиболее громко озвучивают консервативные ценности не христиане. Вот там, не знаю, доктор Джордан Питерсон в канале, да, гарвардский профессор сейчас Торонтовского университета. Он просто, его позиция, это настоящая, мощнейшая духовная война. Я не знаю, не уверен в его христианских убеждениях, но на самом деле он в эпицентре духовной войны. И у меня вопрос, где христиане, профессора с мировыми именами, которые будут воевать с безумнейшими идеями, охватывающими университеты по всему миру, головы политиков, кто из пасторов, лидеров духовных сакрамента готов сегодня сражаться с идеями, например, Юваля Ной Харари. Один простой вопрос, я готов провести такой эксперимент, собрать пасторов вашего города и спросить, кто из вас какие-нибудь, не знаю, апологические тезисы по поводу Харари. Я могу спорить о том, что 99% пасторов понятия не имеют о том, кто это такой. А его книги, бестселлеры, продаются по всему миру. И он влияет, я слышу его тезисы из любого репортажа новостейного. Он формирует бесовскими идеями, напичкает головы студентов в учебных заведениях. Это тоже своего рода информационная война, потому что, допустим, мы как маркетологи, например, я как медищик, я знаю многие инструменты. Примерно 10 тысяч долларов стоит сделать книгу бестселлеров на Амазоне. То есть, и у нее может быть два читателя или один читатель. То есть, правильная стратегия и выход ее куда нужно, там отзывы, там есть определенные как инструменты. Поэтому вот эти бестселлеры, которые в основном на полках, это бестселлеры искусственные, они созданы искусственные. И вот это вот все нам, вот эта медийная часть, я говорю, мы реально проигрываем часто на информационном уровне. То есть, мы где-то там бегаем, бегаем в низких кругах, а на самом деле не идем и не занимаем вот эти позиции и пытаемся, то есть, решить, кому идти в армию, кому не идти. Может быть, человеку все, что не поверит грех, если он не верит, что он должен брать оружие. Пусть он помогает другим способом, без оружия. Я очень далек от идеи наставить, что все должны брать оружие и идти воевать с оружием в руках. Оружие сегодня... Серьезно? Безусловно, это абсолютно не обязательно. Ваша кабинетура так везде в этом месте подается. Оружие в руках, я сам пока еще не взял оружие и надеюсь, что до этого не дойдет. Я признаю, что христиане имеют право защищать, там, не знаю, город Сакраменто от бандитов или линию фронта в Мариуполе от бандитов с той стороны одинаково. Но, признавая это, я говорю, конечно же, не все призваны брать оружие. Мое оружие сейчас это слово, это пастерская проповедь, это гражданская позиция, безусловно, это молитвы, это богословие, это христианское мировоззрение, это мощнейшее оружие, которыми я сегодня веду войну. Это все часть войны. И мы проигрываем по ряду параметров, потому что ничего нового «Дети мира сего проворнее в своем роде сынов света». В синодальном переводе одна из фраз Христа. Если это совсем упростить, то мирские люди сообразительные, толковые в достижении своих, зачастую, демонических или просто каких-то нейтральных целей, чем верующие. Это правда, нам нужны профессионалы. Это и есть концепт. Почему сегодня я имею претензии к ряду моих друзей-пасторов? Потому что необразованный пастор, который несет ахинею из-за кафедры, он на самом деле творит страну. Ну как необразованный хирург, только с куда большей степенью ответственности. Потому что хирург неграмотный может зарезать пациента одного, а пастор неграмотный может травмировать десятки тысяч, сотни тысяч людей. То есть пилот неграмотный может разбить один самолет, ну пусть 200 человек в Боинге, его ошибка может стоить 200 жизней. А богословские ошибки могут приводить к смертям тысяч людей. Об этом говорит Собисание. Нам нужны профессионалы, пастора, теологи, журналисты, медийщики, политики с мощнейшими христианскими ценностями, осознающими свою работу в соцсетях как войну. Для меня, например, Facebook или вообще соцсети, да, это часть моей войны. Когда я сижу, пишу какой-то пост и отправляю его на лидирующий интернет-портал страны, его публикуют без всякой рекламы, позицию пастора, я могу коснуться десятков, тысяч, иногда и миллионов людей, то это оружие. И, конечно же, мне нужно расти в его использовании. Кстати, здесь я очень нуждаюсь в советах экспертов твоей категории, потому что я не владею этим оружием совершенствия, мне нужно учиться, либо кто-то профессионалы должны оказаться рядом. Вы знаете, я это все, наверное, уже на протяжении последних уже десяти лет, то, что я твержу абсолютно всем пасторам, администраторам, то есть я даже так провожу уроки, хотя если американские компании мне достаточно хорошо платят. Подожди, я должен позвать своего администратора прямо сюда, он должен слушать то, что ты говоришь, Стас, вернись, я все прочту. А знаешь, чем сейчас он занимается? Он, скорее всего, листает инстаграм. Я называю это скролить, понимаешь, он сядет скроли, раньше были братья-кролики, теперь братья-скролики. Вот ты послушай, о чем говорят тебе специалисты. Первый мой совет, который я всегда даю, если ты начинаешь скролить, остановить, закрой интернет и выйди, потому что ты ничем полезным не занимаешься. То есть ты должен либо делать работу, либо ты должен пускать контент, либо ты должен распространять контент, либо ты должен анализировать информацию. Как это называется? Windows surfing? Да, да. Скользить по волнах. Видите, такой момент, что я лично много лет я уже поняла, что настолько мы разные, разные динаминации, потому что разные христиане, адвентисты, субботники, кто угодно, мне абсолютно не принципиально какую команду обучить. Я знаю, что люди будут двигать, если мы объединены общей идеей доносить свет, распространять Евангелие, служить Богу, тогда мы на одной стороне. То есть мы цепляемся за какие-то противоположности, насчет чего я хотела с вами поговорить. То есть мы начинаем сводиться к личностям как-то, если мы возьмем того же Лютера, но он был антисемитом, и что тогда перечеркнуть вообще всю историю реформации в отеле? Я готов броситься в защиту Лютера прямо сейчас. Тезис, что он был антисемитом, не выдержит профессиональной критики. И я бы посоветовал, я отправлю тебе ссылочку на эту тему. Это очень упрощенный подход. Но не будем сейчас в это входить. Это как раз одна из успешных медийных операций. Понимаешь, Лютер был антисемитом. И такой жирный крест на одном из отцов реформации или, например, темные христианские века. Вот одна эта фраза убила миллионы людей. Я могу это так сказать. Просто людям сказали, это были темные христианские века. А потом пришел светлая французская революция. Топила кровью аж потом светлое коммунистическое будущее с самым большим количеством жертв за всю историю человечества в 20 раз больше, чем поубивали. То есть, ну, были темные христианские. Вот одна фраза. Понимаешь, мем, да, вот образ. Бах, запечатлели, все, выиграли. Вы знаете, это такие фразы, определенные триггеры. То есть, даже нас учат, куда нужно правильно эти фразы помещать, чтобы сознание человека, сколько раз это должна быть фраза упомянута в определенном, допустим, абзаце, параграфе, даже для SEO продвижения, там, search engine, оптимизация, чтобы Google тебя видел. То есть, очень много. Но нам действительно дают и, скажем так, процеживают ту информацию, которую мы можем видеть, ту информацию, которую мы не можем видеть. Потому что, вот общаясь, будучи на конференции Facebook, я презентовала даже однажды на Facebook конференции в Сан-Диего группу Facebook книга доверия, и мне попросили поделиться вообще историей, как можно за короткий период времени до такого большого количества группы растить. И там, присутствует много денег. книга доверия это твоя группа? Да. Я периодически туда кидаю свой материал, и понятия не имел, что это твоё. Я знаю, из этого из группы частенько отписываются люди. Я понимаю, когда я смотрю, думаю, ух ты, кто-то с христиан так здорово раскрутил группу. То есть, я понимаю, вот кто-то взялся, создал платформу, которая живая. Её даже заметил в Facebook. Но когда я начинаю говорить, и, например, не раз христианские тематики, то есть, фильмы христианские, американские, да не только среди славян, я прямо вижу, только я говорю, какая-то там медийная тема, у меня, допустим, рейтинги растут, сразу Facebook меня везде открывают, даже были определенные приглашения прочитать семинар или рассказать об успехе группы. Только я начинаю им говорить и к главным админам подходить и говорить, ребят, ну почему вы протестите на эти христианские тематики, вот христианские каналы закрываются, вот под копию, всё, стеклянные глаза и продуманный текст, непродуманный, прям прописанный, что you probably not follow the regulation, и там, почитаете 150 листов. Я даже один раз серьёзно не поленилась, потратила день, прочитала 150 листов, и я поняла, что я не нарушаю ни одно правило, потому что там такое правило, что как будто если что-то ты нарушишь, мы любое, что нам вдумается, можем сделать нарушением, вот примерно такое, то есть там нету правил, не существует его, это просто философия. Welcome to цифровую диктатуру. Они либеральны. Как сегодня говорят, что антихрист вполне возможно будет логарифмом, то есть будет алгоритмом, который будет просто закрывать правду от людей, и это очень интересная идея. Это очень, очень даже правдоподобно, и реально, даже вот один из сенаторов, и там целая группа сенаторов, калифорнийских либералов выдвигают законы, просто антикоституционные, и по поводу секс-эдюкейшн, это отдельная тема, я вам вышлю в ссылки, чтобы вы просто ознакомились, понимали, что у нас происходит. И они хотят сделать своего рода такой, как бы коммунизм, социализм в Калифорнии, когда ссылки будут фильтроваться. Сейчас ты заходишь на инстаграме, в хэштег, хочешь написать, допустим, Vax Inchart, те, которые пострадали от вакцин, тебе говорят, этот хэштег закрыт, потому что эта информация может не соответствовать официальному сайту, медицинскому. Потом ты хочешь попасть в группу, где люди рассказывают историю, там, антиваксеров, тебе выскакивает сразу в Фейсбуке, даже попробуйте, просто за Join нажать, присоединиться к какой-то группе, вам выскакивает предупреждение. Я это сегодня первый раз услышал. Это закон. Это я уже об этом кричу, уже просто не могу, что реально человек, который конкретно лоббирует, это все продвигает, чтобы его снять, надо 60 тысяч подписей в течение февраля собрать в дистикте. Ты занимаешься недуховным делом. Да, недуховным делом. Ты отрываешь нас от нашей духовной войны. Вот именно так примерно в ней говорят. На молитвенном собрании. Это все, кто этим будет заниматься, кому оно это надо? Понимаешь, мы не понимаем оружие, которым ведется война. Оружие, это вот как раз сейчас закрыть. Казалось бы, если это не проблема, потому что споры идут, пытаются там на медицинском уровне поспорить. Давайте вообще уберем медицинскую тематику. Поймите, что это не вопрос медицины, что это вопрос контроля населения. Права либо остаются за тобой, либо у тебя нет никаких прав. Разговаривая с людьми, которые баллотировали сенаторы, которые находятся там, они говорят конкретно, что цель ближайшего десятилетия сделать, чтобы дети, все абсолютно принадлежало системе, государству. Да здравствует национализация детей, национализация женщин следующая. Ну догоним и перегоним Советский Союз. Смотрите, к чему я это говорю? Что то, что у вас даже сейчас происходит, вот вы говорите, давайте вот, мы сейчас к этому придем, да, у меня просто много мыслей в голове насчет этой темы. И Калифорнию оставим, да, то, что происходит, но, как вы уже сказали, это вас догоняет. То есть, это действительно переходит туда. То есть, то, что у нас сейчас в открытом формате, если мы это не можем остановить здесь, а почему мы реально можем остановить, потому что большинство церквей, если бы собрались, это бы остановлено было в короткий промежуток времени. Просто бездейственны, как вы говорите. Это не наше дело, мы занимаемся духовным служением, а это вот такое плотское. Мы отправляем детей в школы, вы влияете на детей, пусть им в 5 лет, в 7 лет делают аборты без нашего решения, пусть им меняют пол, добавляют вакцины в определенные таблеточки, гормоны, которые вызывают смены пола. И если ты об этом узнаешь, ты не имеешь права возродить, потому что ты абьюзер. Ты ущемляешь права своих детей. Понимаешь, это есть, это светильник, поставленный под сосуд, и этим сосудом может вполне быть христианская церковь. Как это не страшно звучит. То есть мы можем свои светильники расположить внутри наших молитвенных домов. В вашем случае здесь достаточно комфортных, уютных, красивых, с красивыми сценами, LED-экранами и прекрасными кондиционерами. То есть мы можем этот светильничек накрыть даже церквями, совершив богохульство и преступление. Давай я, любитель резких аллегорий, давай я скажу, что крыши многих церквей, я прямо сейчас сформулирую, крыши многих церквей являются покрывалом антихриста над духовной жизнью. То есть, если мы загнали церковь, загнали духовную жизнь просто под, в наши, внутрь наших молитвенных домов, понимаешь, это как, вот я, извини за милитаристскую аллегорию, вот военная база где-нибудь там в Ираке, допустим, Соединенных Штатов Америки. Апостол Павел часто берет милитаристские там сравнения. Вот военная база в центре Ирака. Где-то в пустыне стоят американские войска, за там заборами летают по периметру, ездят бронетранспортеры. Вот это похоже на наши церкви по воскресеньям. Вот наша мощь, сила, склады оружия, военной техники, но там мы не воюем. То есть, там можно рассуждать о стратегиях, там можно покушать, можно выспаться, можно принять душ, если это американская армия, даже в пустыне в Ираке, но мы там не воюем. Война начинается, когда распахиваются ворота, и вот как в этих фильмах, вылетают эти хаммеры или вертолеты и идут на какие-то спецназы на задания. Вот наши церкви это не место сражения, это место перегруппировки, экипировки, подготовки, тренировки, а сражение начинается за церковью. И вот здесь мы упираемся в проблему нашей парадигмы. Потому что для многих сражение закончилось воскресное служение. И мы пошли в жизнь. Вот все, мы тогда проиграли, мы не воюем тогда вообще. Мы сейчас говорим о христианстве, и вы говорите вообще о церкви вселенской, которая находится неизвестимо в какой-то любой стране этого мира. это касается любой страны. Но почему тогда вы все чаще и чаще, то есть практически половина наверное ваших блогов посвящено теме российского правительства, теме его президента, и теме различных вообще аллегорий, фраз, каких только можно сравнений, связанных с этим на этот счет. Но вы говорите, что у человека, у христианина должен быть гражданский долг, социальная ответственность. Но гражданский долг, там любить свою страну, защищать свою страну, у каждой страны может быть другой, например, сдавая здесь на гражданство, я согласилась, я подписала, что я буду защищать интересы США, а вдруг они вступят в конфликт с интересами Украины или России или кого-либо другого. То есть я должна защищать, как моя гражданская позиция, защищать ту страну, в которой я живу. Ты не должна по закону Америки и по законам международным защищать твою страну, если она творит преступление. То есть ты обязан как гражданин страны восстать против, не выполнять приказ преступный. То есть это международное законодательство и это законодательство любой страны. Солдат, которого посылают оккупировать чужую страну и убивать там людей, обязан отказаться. И это... Речь идет о территории, речь идет об интересах государства. То есть у той страны есть определенные интересы. То есть насколько это был там хороший сосед или нехороший, это уже другой вопрос, чтобы жить с таким соседом, наверное, не очень хорошо, который у тебя при удобной ситуации, а жалко сочек территории. Но если мы говорим, давайте сейчас посмотрим Мексика, например, издаются различные законы, которые мы здесь в Америке поддерживаем. Многие. Выпускаются законы, наш президент выпускает насчет того, что перекрывает вообще все пути миграции, там этот забор, стена строится, люди в этих лагерях в перевалочных детей разъединяют, семей разъединяют, они возле забора там плачут. То есть со стороны мексиканского правительства должны звучать фразы, призывы к американской церкви здесь, что вы предатели, вы не говорите своему правительству, что он вообще так бесчинствует против наших людей, против нашего государства, мы здесь страдаем, наши семьи погибают. То есть получается таким образом должно это все происходить. Ну, первое, я не готов слету задырнуть в тематику проблемы Америки, но на чем я настаиваю, мне очень знакома, безусловно, ситуация интервенции России в Украину, линия фронта видна в мои окна, шестой год, мои дети просыпаются и видят линию фронта шестой год, вот младшему двенадцать, пол своей жизни. Поэтому, безусловно, для меня это сверх актуально, но я сейчас принципиально отрываюсь от российской интервенции, в любую точку мира, куда бы мы не перенеслись, мы, христиане, обязаны давать этическую оценку поведением правительств, армии, политиков, и мы должны сказать, вот это добро, а вот это зло. Это ответственность церкви, мы должны это говорить политикам, как пророки, церковь выполняет свою пророческую функцию. Поэтому, любому президенту, президенту России, российские пастора должны кричать, ты преступник, убийца, оккупант, ты совершаешь страшное преступление, на тебе тысячи жертв. Вот те, кто это выполняет в России, они пастора, все остальные, они могут называться как угодно, религиозные клубы, в Америке то же самое. по интересам их страны, или по интересам той самой Америки, это почему мы должны Никаких интересов страны. Пастора в Германии, когда весь народ кричал, Париж наш, и ликовала вся Германия, рейтинги Гитлера зашкаливали, и пастора зиги кидали, в это время Банхёфер кричал, что это страшное преступление, не Мюллер, это позор моей страны, поэтому, где бы это ни было, пастора должны проверять не по интересам своей страны, а по незыблемым библейским этическим стандартам. Геннадий, ну, в интересах... Давай перенесемся в Мексику, я не владею вашей ситуации. давайте возьмем тоже, например, Германию, да, Германия, Ангела Меркель отлично использует ситуацию, вообще считаю, что Украина здесь такой заложник вот этих всех манипуляций, вот эти вот нормандские соглашения, Минские соглашения, все такая большая игра, чтобы выдавить как можно больше вообще ресурсов с Украиной, и то есть она, эти все трубы, которые проводятся, то есть она использует Россию и... Мы между жерновами имперских и библей проектов. почему вы не скажете в Германии, братья, скажите все вообще, Ангеле Меркель, все, чтобы они сейчас вышли против, что используют, целяют дуэт Украины. Я говорю это, у меня есть прекрасные друзья-пастора, которые, смотря на то, как Европа прогибается ради северных потоков и прочего, они возвышают свой голос, они дают свою этическую оценку, это обязанность церкви. Я настаиваю на том, что где бы ни находилась церковь, в какой бы культуре, когда она видит зло, она должна называть зло злом. Здесь ли у вас в Калифорнии, в России, в Украине, если мы видим несправедливость, мы должны восставать против этого, возвышать голос. воевать против этого не только, как мы говорим, в молитвах, но в парадигмах, в гуманитарных сражениях и так далее. Знаете, можно было бы сказать, что да, это замечательно, хорошо видеть проблемы, например, в других государствах, в других общинах братских и указывать им на их несовершенство, что они должны делать или нет, если бы у тебя был полный порядок. Я вот сейчас буквально посмотрела, то есть меня до такой степени возмутило, я вам говорила, что меня фейсбук месяц блокировал. Знаете, за какой прямой эфир? Когда гей-парад вышел в Киеве, когда просто позорно избили христиан, которые вышли защитить свои традиционные семьи. Я вышла, я рассказала, я рассказала, как это все, как эти все подставы происходили здесь в Сан-Франциско, как они плевали нам в капюшоны, как они переодевались в правозащитников одежды, как делали эти все провокации и вообще, что должно быть государством. То есть, фейсбук меня на месяц заблокировал вообще от функции прямого эфира, хотя все это они ссылали на технические проблемы. Я месяц специально для интереса с ними переписывалась, вообще, что же будет дальше. То есть, что они только мне не придумывали и перезагрузи приложение, все. То есть, блок стоял самый сильнейший. Потом мне уже с внутренней системой люди, которые там работают, мне конкретно сказали, на тобой стояла самая высшая форма блока страницы, вплоть до, если что-то не то, вплоть до удаления твоего профиля. То есть, ты понимаешь. Я тебя, во-первых, поздравляю, потому что заповедь блаженной, гонимой относится в наш век вполне себе к дизлайкам, вполне к блокировкам страниц. То есть, это становится одной из привилегий христиан страдать в медийном сообществе, путем различных блокировок и так далее за правду. Это прекрасно. К этому я как раз веду разговор, что, например, ваш, если я не ошибаюсь, девушка, молодая, министр образования, которая вообще, которая спонсировалась, поехала, поучилась за счет Сороса. Сорос, который не так давно вышел интервью, где он открыто говорит про использование Украины и многое такое. То есть, это все системы. Поэтому прямо сейчас мы занимаемся этим министром образования. Я буквально сегодня читал некоторые материалы по ней. Я разговаривал с крайне компетентными людьми. Мы ожидаем очень быстрой отставки этого министра. И для этого мы намерены включить христианское оружие от молитвы в церквях до сражения, до привлечения политиков, лоббируя немедленно эту перемену. И сегодня процесс этот идет. Буквально на днях в Украине была очень приятная картина, когда 300 депутатов Верховной Рады создали крупнейшее межфракционное объединение в поддержку консервативных семейных ценностей. Это просто была приятная новость. Посмотрим, как это будет дальше работать. Но, конечно же, такой министр должен, его должно сдувать ветром. Это замечательная инициатива. Я считаю, что это то, чем мы должны Вот это война. Абсолютная война. Безусловно. Но если бы у вас были, вот смотрите, даже по поводу пастора, которого сейчас на, по-моему, домашнем аресте в Запорожье, просто сфальсифицированное дело. Примерно то же самое, что и в России против рефцентров. Просто сфальсифицировали дело, посадили ребят, но христиане из церквей так же в России, как и вы, вышли там, что-то противоставали, что-то делали. То есть я не вижу вот такого как бы различия. Если бы вы сказали, так, ребята, мы сейчас вызвали ли этого правителя, мы закрыли у нас законы по секс-образованию, у нас гей-парады не ходят по этому, нам ничего делать, давай мы теперь возьмемся за Германию, за Россию. Да, я далек от мысли сказать, что Украина достигла огромных высот, и теперь мы сверху учим Россию, как жить. Я крайне, это вообще не мое, мы безусловно болеем одними и теми же болезнями постсоветского пространства. У нас, мы так же бьемся с коррупцией, как и в России, мы так же пытаемся сражаться за свободные СМИ. Сейчас, прямо сейчас, разворачивается попытка атаки на свободу СМИ в Украине. И это большой новый для нас фронт. То, что делал Путин 20 лет назад у себя в России, отжимая НТВ и так далее. Похоже, что некоторым умникам приходит сейчас идея, как это делать в Украине. То есть, битва идет постоянно. Абсолютно. У нас 5 самых главных в США. Идет война. Все время. 5 медийных компаний, и все они либеральны. Если только кто-то скажет что-то против фармы, фарма имеет все лицензии на выпуск медицинских... То есть, это большой бизнес. От 6 до 76 это огромный миллиардный бизнес, который здесь связан, и наркотики, все здесь абсолютно запутано. Если кто-то что-то скажет только против, в течение 10 минут этого человека не будет на канале. То есть, будет ли он вообще существовать. То есть, думать, что здесь как бы в США здесь все так свободно, свобода слова. Смотри, идет война по всему миру. Она здесь у вас в США со своими оттенками, со своими акцентами. Я к чему говорю? Она идет... Мельница и просто не переходи там на личности, не заниматься. У меня такое впечатление, что дьявол умышленно смещает наши какие-то акценты. Мы пытаемся с ветряной мельницей бороться и переходим на какие-то личности. Мне, даже вплоть до того, я скажу вам открыто, я уверена, что вы большую часть рейтинга своего потеряли. У меня 3 человека отписалось до эфира. То есть, я думаю, что, ребята, если хотите отписаться, лучше сейчас отпишите. Это только начало, да. Я тебе гарантирую достаточно массу... Я абсолютно... Вот это часть войны. Я это делаю осознанно. Это часть войны. Если я только начну как пастор говорить что-то, чтобы от меня кто-то не отписался, я в этот момент перестаю быть пастором. Нет, ни в коем случае. Ты перестанешь быть журналистом в тот момент, когда ты будешь думать, о, вот тут я буду как-то аккуратно, чтобы кому-то не... Все. Мой момент другой. Я думаю, что Иисус со своими высказываниями вы гробы, окрашенные ливой кодлой, гадючей, он думал бы в черном списке во всех церквях был и никто бы ему дал место на проповеди. Здесь не в этом вопрос. Здесь вопрос, что вы... То, что вы начали, переходя как бы на личности, то есть люди все равно они находятся под эгидой. То есть я, наверное, за последние два года та борьба, которая проходила во мне, я скажу откровенно, если бы два года назад мне кто-то сказал и уговаривал меня сделать с вами интервью, никогда бы не согласилась. Ну, я честно... Я искренне удивился твоему приглашению сегодня поговорить, потому что я, ну, не в курсе нюансов каких-то здесь, да, но мне это приятно. И для меня... Для меня... Давай вот, я защищу... Буду чуть-чуть... Персонификация полемики один из важнейших инструментариев в сражениях. У меня есть война. Война с пацифизмом, война с асоциальной концепцией церкви, в которой христиане не должны отстаивать справедливость и так далее. Это моя война. Это часть... Апологетика часть моего призвания. Я извиняюсь, опять-таки, когда некоторые из пасторов вашего города еще даже не мечтали быть пасторами, я издал первую апологетическую книгу. Достаточно зубастую, достаточно жесткие аллегории, яркие метафоры. Она называется «Казнить нельзя помиловать». Эта книга была посвящена перекосам учения веры, харизматического учения веры. И там я по именам Алексеев Ледяевых, Бенехинов, Коуплендов, Хантеров и прочих. Ваша позиция тоже поменялась с 2014 года. Я помню, что вы с Ледяевым спорили на подобные темы, когда он там на баррикадах стоял, а сейчас вы сами на баррикадах. Не меняется ли ваше богословие? Тут надо очень аккуратно. Никогда мое богословие никогда не было... Ну, давай вернемся к теме персональности. Он скрывается под силу каких-то... Я не говорю, что оно меняется, но я говорю, что оно вызвано. Я серьезно говорю, я здесь не то, что вас не осуждаю, но вот даже столкнувшись... Конкретизируй вопрос, чтобы я понял, где ты видишь изменения, чтобы я мог отрели. Я вижу изменения, что быть радикальным в плане, допустим, оружия, гражданской позиции, то есть вы все равно больше были направлены на социальные проекты, центры, вала Тура. Я всегда был... Я никогда не был пацифистом. Как кто-то говорит, я вижу, видят вас политическим журналистом. Смотри, я никогда не был пацифистом, никогда не поддерживал позицию, что христианин не может служить в полиции или в армии. Это раз. Два. Я всегда занимался апологетикой. Что касается политических комментариев, например, я очень не люблю политику, как таковую. Мне она неинтересна. Политика не... Меня тянут в политику 28 лет. Лидеры десятка партий за эти годы... А я бы посмотрела, рассмотрела этот вопрос. Я не то, чтобы говорю, что людям... Мне был бы грех пойти в политику. Просто мне неинтересно. Моя война... То, что я делаю как священник, важнее, чем то, что делает политика. При всем моем почтении к тем, к сожалению, очень немногим христианам, которые видят свое призвание в политике, мне неинтересно там партийное строительство и там приход к власти какой-нибудь партии. Не знаю, там... Как там... ЗЕ-команда, МО-команда, Мохнатая команда, не знаю, Мохненковская какая-нибудь. Мне неинтересна политика как явление. Я испытываю куда больше удовлетворения когда я вижу перемену конкретной жизни человека. Это мой акцент. Это моя война. Но будучи пастором, я занимаюсь журналистикой в том или ином формате 26 лет. Почти с самого начала я... Сейчас вряд ли кто об этом вспомнит. В свое время я издавал лет 25 назад. Я издавал самое информативное христианское издание в газетном варианте. 48 полос от третьего формата в месяц. Никто тогда ничего подобного не делал. И там было все. И политика, и культура, и так далее. К сожалению, я уперся в то, что это было неинтересно. Я должен знать, что подача информации. От подачи информации все зависит. Я не так давно написала пост на своей странице. Я очень рада, что такие думающие именно люди, много достаточно таких известных пасторов поддержали меня. Сказала, что я не буду свою страницу засорять перепостом. Там кто-то кому-то изменил, кого-то отключили. Кто-то там, какой-то епископ, пастор. Эти все фамилии звучат. Кто-то... И эти все фразы. И для меня это как будто такой, знаете, как нож просто по церкви, по Богу. Когда вот это все происходит. Это машина. Мы переходим на личности. Вернемся к моему праву и обязанности как пастора в апологетике иметь персонифицированную полемику. Ну давай я чуть-чуть, может быть. Для тех, кто не знает, кто ты, кто я. Геннадий, сказать в эфире, обличить кого-то из вас. Ты много лет в церкви, дом хлеба, я не знаю, сейчас там или была там или сейчас там. Я уже не... уже шестой год веду жестко... Скажем так, до этого эфира я считаюсь членом церкви Нового хлеба. Там посмотрим. Прекрасно, я желаю тебе успеха. Я был в вашей церкви в воскресенье, да? Но я никак не участвую в служении в церкви. То есть я вышла, у меня свое служение сейчас независимое. Я продвигаю, я работаю со многими миссиями, церквями, служениями. Поэтому... Ну вот давай сейчас, давай сейчас чуть привяжем. Я пастор из Мариуполя веду жесткую полемику с пастором церкви, церкви дом хлеба. Ну он считает, что полемики нет. А зачем? Я для меня это вопрос жизни. Я скажу сейчас принципиально грубую вещь. Я считаю, что цена заблуждений пастора церкви дом хлеба огромная, огромная. Я считаю, вместе с целым рядом пасторов, богословов, да? Вот недавно мой друг доктор Лихошерстов занялся богословием пастора Шевченко, как доктор философии, доктор и доктор богословия. Я считаю, что пастору Александру персонально нужно собрать группу образованных христианских лидеров и обсудить целый ряд своих взглядов. Я ему предлагал свою помощь. Смотрите, он делает определенные форумы, саммиты. Он же собирает людей, собирает тоже служителей. Смотрите, давайте возьмем по-другому. Когда вы выходили в эфиры, вы, Демидович, другие люди, казалось бы, что вообще вся Украина против Александра, его никто не пустит. Но двери церквей всех открылись, он приехал в Украину. Знаете, вот я считаю так, его приняли и вас примут, и другого примут. Написано, немощных ферий принимай без споров во мнении. То есть его приняли, вас приняли, все, никакой проблемы нет фактически. Украина не закрыта. Мы должны, знаешь, как есть старая украинская поговорка, не зимдок по надкусу. Если мы сейчас с тобой просто погрызем какие-то темы по надкусу и мы побежим, мы не разберемся. Давайте, хорошо. Я отстаиваю свое право и обязанность, как пастор, заниматься апологетикой. Если я вижу, что Алексей Ледяев не прав в каких-то богословских вещах, я писал об этом книги, я говорил об этом в каких-то богословских лекциях, я выступал перед священниками и писал статьи и так далее. Мне крайне приятно видеть, что по прошествии 20 лет Алексей Ледяев приглашает меня за кафедру. И я вижу, что многие вещи, они подправлены. Сегодня он смеется, иронизирует с тех вещей, которые когда-то я критиковал. Это признак силы лидера. Я, когда впервые пастор Алексей пригласил меня за свою кафедру, я вышел и сказал, послушайте, ваш пастор, я критиковал его огромное количество раз. И тот факт, что он, тем не менее, дает мне возможность говорить здесь за этой кафедрой, его хорошо рекомендует. Нам нужна персональная полемика. Она была у пророков, она была в Новом Завете. Открываем Новый Завет и смотрим. Ученики находились в помене. Этот неправ с тем-то и тем-то. Не сказано, вот идея, в которой, может быть, называются имена. Геннадий, ученики расходились в мнениях, и оба были божьи люди. Были конфликты учеников. Конфликты пыли, это нормально. Были разномыслия учеников. Были еретики, их имена называются. Были конкретные отклонения от здравого христианского учения. И в Новом Завете, вот тебе домашнее задание. Подчеркни, в Новом Завете фрагменты персонифицированной полемики. Их немало. Называются имена лидеров, которые грешат, которые делают какие-то неправильные вещи. Хорошо, я согласна. То есть я, как пастор, обязан вести апологетику и имею право на персонификацию. Нет, если вы поступили по-библейски, например, обличили человека лично, потом прислепили, потом выразили. Я ничего против не делаю. Я возвращаясь к вашему пастору в 2014 году, я сказал ему, ты можешь осудить интервенцию Путина в мою страну, смотря мне в глаза, плачущие мои глаза. Он сказал, не могу, Путин защищается от НАТО. И это была личная попытка разговора. Смотрите, я проходила историю Второй мировой войны в Крыму, в Ялте. И я проходила историю Второй мировой в США, в Сакраменто, в Сак-Стейт-Университете. Это две совершенно разные истории. Потому что там победил Советский Союз, а здесь США, если бы Второй фронт не вышел, ничего бы не произошло. Россия, Украина, все эти страны, они вообще там ничем не занимались, пока не пришла Америка. И ты понимаешь, что... Вчера сняли министра Мединского в России, вчера сняли с должности, который утверждал, нет объективной истории. Если ты мне скажешь, что нет объективной истории, я назову тебя еретиком. Потому что есть объективная реальность. Объективная в силу субъективного восприятия каждой личности. Вот здесь, Елена, мы притопали главной проблеме современной церкви. Она называется релятивизм. Относительно. У каждого свое мнение. Каждый видит под своим углом. Каждый по-своему какой-то... Вот знаешь, вот эта история восточная. К слону подошли. Один пощупал хобот. Говорит, слон похож на веревку. Второй там... Вот слон... Лапу слона, ногу, да. Говорит, о, это он похож на столб. Третий там за хвост, он похож на кисточку. И это не христианское мышление. Потому что христианский вопрос, слон есть или нет? Слон существует и он каков? Да? В целом есть слон. Так вот, есть объективная... Моя позиция, я понимаю. Есть объективная реальность. То, что произошло, произошло. Уже ничего с этим не сделаешь. Нельзя сказать... Но я имею в виду, что то, что сосед нехороший использовал ситуацию... Я сейчас поймал себя на гендерном вопросе, что я пытаюсь вести с тобой полемику, как с привычным для меня мужчиной оппонентом. И я поймал себя на том, что мне неловко чуть-чуть добавлять голосовых связок, как я это обычно делаю с Демидовичем. Вы можете добавлять... Я просто поймался на том, что я не могу войти в некоторый жанр в твоем присутствии. Я скажу более того, вы можете добавлять, потому что один из вопросов, который пришел, сейчас не найду прямо, и спросили, Махненко ругается матерными словами за эфиром? Я никогда в жизни, в миру, будучи мирским человеком, я не ругался матом. Ну вот мы ответили уже на один вопрос. И тем более этого, это конечно же не происходит в моей христианской жизни. Просто у нас проблема с языком христианским, потому что в маты записали безобидные эфемизмы, я не знаю, там, блин. Если блин для кого-то мат, то тогда, наверное, я по их форме могу ругаться матом. Потому что я могу сказать сынухе, блин, куда ты полез? Или там, алло. Для кого-то алло будет матом. То есть мы здесь входим в проблему морфологии, синтаксисной, пунктуации, специфической для христиан. Я не ругался матом в миру никогда. Давайте так, смотрите, я буду, попытаюсь описать вообще, что происходит, не с точки зрения вообще христианина, а с точки зрения, например, блогера, пиарщика, маркетолога. То есть достаточно с хорошей степенью знаний и уровнем образования в этой теме. Что я смотрю, например, на вас? И то же самое я стал наблюдать вообще как бы свои какие-то блоги. Когда, если это переходит, допустим, на личности, да, это резкий пиар. За счет личности и за счет вашей личности очень много людей пиарятся, поднимаются, приглашая вас в эфиры. Но это такое короткосрочное, ты как быстро забежал, так быстро убежишь. И у тебя формируется какой-то определенный образ, там, слочника или еще кого-то, что ты вот только связан с этим человеком, да. И в то же самое время у тебя есть конкретная своя миссия, свой сильнейший контент реформации населения. Вот что я обратила внимание, людей нужно образовывать в определенных темах. То есть говорить ему, что этот человек неправ, ты можешь 300 раз, но ты иногда ему поднимаешь реально рейтинг за счет того, что ты говоришь, что он неправ. И все говорят, да вот, он к нему зацепился, прицепился. Мое такое вот именно восприятие вас, в какой-то период времени я перестала вас воспринимать. Давай я тебе поаплодирую как специалисту. Я безусловно, с точки зрения маркетолога, я безусловно совершаю преступление. Ввязавшись в полемику, допустим с пастором Александром, я совершаю медийное преступление. О, не важно. Ввязавшись в полемику с пастором Мунтяном, я совершаю медийное преступление. Одно дело обличить, запустить какой-то в блок, чтобы люди, допустим, не понимали превратно других тем, а другое дело, говорите это постоянно. Комментарий, который мне пришел в эфире, о, опять, наверное, будет про Шевченко, уже неинтересно, уже остались. Вы не поверите, но я ни единого вопроса не подготовила об Александре. Если бы вы не перешли, я бы ничего у вас не спросила. А вот я перейду, потому что для меня это крайне больная тема. Потому что я считаю, что богословие, представленное асоциальное богословие, богословие, вот церкви и социальное общество как разорвано. Это огромная проблема. Это фундаментальная проблема моей страны. И с этим надо разбираться. И у этой проблемы в христианском мире, в протестантском мире есть яркие носители, с которыми, увы, меня пересекает жизнь. Поэтому я должен как Ориген Цельсию, как Мартин Лютер Мюнцеру, как с Кальвином, есть персональная полемика, и никуда от нее не деться. И моя обязанность пастора вести эту полемику. Это часть отстаивания правды, апологетика. Безусловно, я здесь много чего теряю. Я надоедаю многим. Мне говорят, да, отстань ты от него. Я могу сказать следующее. Не отстану до тех пор, если хоть одно слово еще пастор Шевченко скажет о том, что украинцам не надо сопротивляться путинскому режиму. Я вернусь к этой теме вновь и вновь. Я буду возвышать голос, потому что мои сыновья, солдаты, защитники страны, по богословию Алекса Шевченко, являются убийцами. По богословию Алекса, а не убийцами. Это преступление пастора. Это уже другой вопрос. С этим надо разбираться. Но я вам скажу, мы сейчас смотрим даже на Украину, а давайте возьмем то, что происходит у нас сейчас. У нас дети выходят атеистами из учебных заведений высших. У нас сейчас можно менять пол, и детям в средней школе будут рассказывать, что ты можешь получить удовольствие просто в определенные свои зоны, засунув кулак, потому что это определенная форма, и мальчики с девочками будут эти все... Я просто не хочу эти все ужасы. У меня есть видео, я книги прям показываю, просто серьезно. И когда тебе здесь говорят, да перестань ты лезть, чем больше всех надо, ты же тебе урон по бизнесу даст тебе, по твоим страницам тебя закроются. Зачем ты лезешь в это? Помалку? Да отстань, давай я теперь тебя подхожу. Отстань от них. Я говорю о проблеме. Да пусть сделаешь. Ты же рейтинг свой опускаешь. Да я не перехожу на личности. Зачем ты зациклилась на этой теме вакцинации? Зачем ты говоришь об этих взбоченцах, об этих извращенцах? Отстань, публикуй кошечек, лайки, обеды и завтраки в ресторанах. Публикуй только прекрасные библейские цитаты, ибо так возлюбил Бог мир. Зачем ты лезешь в это? Ты свой рейтинг губишь. Извини, ты попалась на том же, что только что предъявляла мне. И тебя Бог, тебя Бог помазал, призвал, одаровал. Он дал тебе необходимые таланты, чтобы вести это сражение. Это твоя апологетика. Это твое призвание. Я ничего не знаю о вакцинациях. Я прислушиваюсь к вам. Я ничего не знаю о ваших учебниках. Ты воин, сражайся. В отличие, я скажу, не останавливайся. Пусть удаляются, пусть бали. Я вам не говорю останавливаться. Пусть плюют в твою сторону, пусть оскорбляют, пусть отлучают из церквей, пусть анафимируют. Если Бог призвал тебя говорить, ты сердце твое слышит от него, говори. Но, внимание, то, к чему Бог меня призвал, я буду говорить. Вы знаете, один человек, это просто что-то произвело, как бы в моей голове на официальном ресурсе, американском сайте вышла статья. Не так давно здесь в Калифорнии, в Саус-Калифорнии, один из пасторов, он вывешил знак, по-моему, если я не ошибаюсь, и точно трактую эту новость, один из членов церкви, по-моему, вроде как стал гомосексуализмом. И он написал, что этот человек все еще является мужчиной, а Библия все еще осуждает гомосексуализм, гомосексуализм все еще грех. Все, просто постер на территорию церкви. На следующий день там были парады против этого, ЛГВТ вышло, то есть это гомодиктатура, то есть они начали это все движение, и трансжендерная вся эта политика, и педофилия, которая, в принципе, продвигается сейчас через учебники, через школьную программу. Они разбили в итоге ему сайн, что он не захотел снимать. На следующий день он сделал новый сайн, все то же самое повторил. Но что произошло, это меня просто, я не знаю, перевернуло все во мне, я думаю, как это невозможно. Пастерский совет церкви пришел к нему и сказал, мы уходим из совета, то есть главный там совет попечителей, мы уходим, если ты не остановишься. Что остановлюсь? Проповедовать Евангелие, цитаты из Библии, публиковать на территории своей церкви, проповедь говорить. И он говорит, вы знаете, что я принял решение? Это не вы уходите, я ухожу, чтобы ради мира, братья, вы оставайтесь, служите. И дальше написана фраза, которая все, просто я до сих пор не могу ее забыть, я ее вижу прям до слова, в тексте, везде. И он говорит, я выхожу из церкви, чтобы иметь возможность продолжать, как он сказал, проповедовать Евангелие, притч де Гаспел. То есть, если раньше нужно было войти в церковь, чтобы объединиться с христианами, служить одному Богу, продвигать служение, то сейчас тебя система до такой степени ломает, и это даже система церковной, потому что тебе нужно выйти за пределы церкви, чтобы служить. пришед, найду ли веру на земле, значит, у меня церковь приучена к следующей фразе. Я повторял ее 28, я 28 лет пастор без малого, я повторял ее множество раз. Мне все равно, что вы, мои прихожане, думаете о том, что я говорю. Если вам не нравится, что я говорю, вы думаете иначе, вы не заставите меня молчать. Если я слышу от Бога, я буду это говорить. Геннадий, ну вы же в этом помогаете, подливаете огонь. В момент, когда мои прихожане заставят меня говорить, то, что им нравится, я перестану быть пастором. Я обязан говорить то, что я слышу от Бога, из Его Слова, из богословского видения жизни. Я должен говорить правду, а не то, что кому-то не понравится. Это, в частности, моя претензия сегодня к пасторам многим. О, Геннадий, мы так рады тебя видеть, но, понимаешь, некоторым людям очень не понравится, если ты появишься за кафедрой. Ты меня пойми. Не могу, я не могу этого понять. Это страх. Написано, что те же войны, когда формировались, 300 человек говорили, а тех, кто боится, сомневается, их не бери. То есть оставляя их. Я, например, делаю интервью, закрытые встречи, с интервью с докторами христианскими, которые здесь у нас в церквях находятся, медсестрами. Они мне рассказывают такое, вплоть до того, что появляется в наших медицинских рекордах фраза population management, контроль популяции. Вплоть до того, что будут контролировать, кому жить, кому никому жить. И никто в самой высшей позициях медицинских сотрудников не знает, что эта фраза значит, потому что этот рекорд засекречен. И когда я прошу, это просто вот такой процент того, что я знаю. Когда я прошу, давай выйдем, в эфир расскажем, он говорит, мне это грозит потерять работу или что-то. Я просто думаю, ну а мне это вообще ничем не грозит. Ну вот доктор Питерсон, доктор Джордан Питерсон, уже упомянутый профессор университета в Торонте, в Торонте, его фраза меня просто, она возвращается. Он говорит, если вы, видя, что это правда, молчите, вы строите ад на земле. Вот ровно так строились диктатуры всех времен. Вот когда священник видит это зло, думает, ну, чтобы паства не расстроилась, помолчу. Когда журналист видит вот это правда, но молчит, мы вот эти кирпичики вкладываем в строительство диктатур, авторитарных систем, будь то американский, сейчас какой-то левый, безумный, совершенно сумасшедший поворот. Я был год назад в Сиатле, меня пригласили на встречу студенты университета Сиатлского. Я обожаю академическую аудиторию, и когда у меня есть возможность пообщаться со студентами, для меня это всегда привели. Я пришел на встречу, я был шокирован. Ребята рассказывают мне о том, что их профессора тотально социалисты и марксисты, и что мальчишки, 20-25-летние студенты, ведут полемику со своими профессорами, полными Карла Маркса в своих парадигмах. И то, что они мне рассказывали, меня повергает в шок. Я говорил этим ребятам, хлопцы, вот вы, если вы будете молчать ради карьеры, ради позиции где-то, то вот так строится дорога в ад. Не молчите. Доктор Джордан Питерсон, когда человек молчит, видя, что он строит, участвует в строительстве ада на земле. Вы верите, что Бог дает определенное призвание отдельному человеку или откровение. Не всякого сомнения. Смотрите, мне кажется, одно из самых больших заблуждений или метаний, когда вам, например, открыта определенная область, вы призваны в этой сфере служить, вас не поймет, ряд фамилий известных людей, служителей, я даже не хочу перечислять, они вас не поймут, но им может быть открыта совершенно другая, другая область их понимания. Вы сейчас пытаетесь навязать им свое откровение, свое призвание заставить их верить в то, что они не могут физически увидеть и духовными глазами и физически. пытаешься опять опустить под то, что называется, под то, что назвал Фрэнсис Шефер линия отчаяния в богословии. Уход под эту линию релятивистскую. Ну, все относительно. Ну, например, одному пастору открыто, что можно с оружием в руках защищать, работать в полиции, а другому открыто, что нельзя. Это ерунда. Нет, я думаю, что не пастору. Это ерунда. То есть, христианское богословие ему может... Нельзя перелагать это на ответственность пастора. Другому человеку может быть открыто, я не буду брать оружие. Я вот сейчас нахожусь в доме пацифиста. Мы сегодня планируем с ним еще часок поговорить об оружии. Вот он там, аминькает. Это полное его право не брать оружие. Он может цветами забрасывать воров и бандитов, которые врываются в его фирму или куда-то. Но христианское учение дает по этому поводу очень внятные определения. И тот, кто будет защищаться, не грешник. Понимаешь, все, вот эта позиция, одному открыто так, а другому открыто так. Одному открыто христиане могут быть политиками, другому открыто не могут быть. Одному открыто христиане могут менять, ну давай уже зацепим там, менять пол, а второму открыто не могут менять пол. Как только мы ступим на это... Вы уже в крайности пошли. Вот как только мы ступим на позицию, что у каждого своя правда, каждый видит под своим углом, больше нет христианства. И я с этим сталкиваюсь постоянно. Мне говорят служители церкви, ну видишь, ну тут человек видит по-своему, а у этого свое понимание, друзья. Давайте открываем Писание, открываем Отцов Церкви, открываем Отцов Реформации, открываем теологию, богословие. И тем не менее в базовых вещах мы всегда можем говорить о том, чему учит христианство, чему он учит. Здесь я не пытаюсь сказать, что вы должны принять их убеждение или принять их позицию. Я больше хочу сказать другое. Даже вот на примере нас с вами, если два года мне кто-то сказал, что я буду делать интервью, я никогда не согласилась. Я сейчас делала интервью с людьми или помогала им в организации служения с теми, с кем бы я вообще на одной лавке не сидела. В силу каких-то своих просто реально постсоветских убеждений или ничего общего с христианством, религиозной басни не имеет. Я за эти два года, почему я пришла на это интервью, я научилась, как бы шутливо звучать, отделять мук от котлет. Потому что я могу с вами быть сейчас согласен, не согласен со всем интервью или со всем, что вы делаете. Но я отделяю, знаете что, я отделяю вашу тему движения беспризорников. И я не могу опустить тот факт, что вы, как никто другой вообще, знаете, что это такое, и что никто не пойдет в те подвалы, люди, мараться и все. Тем не менее, моя работа с беспризорниками или мои проекты усыновления ни грамма не оправдывают меня, если я буду нести какую-то ересь. Ну, ни грамма не оправдывают. То есть, спасибо за беспризорников, спасибо за это, Геннадий, но если ты грешишь вот в этом... И я буду делать ваше служение с беспризорниками только из-за вот этих ваших эфировых интервью. А вот теперь, внимание, господа, телезанетики, если вы не из-за того, что вы готовы поддерживать мое служение, если я замолчу и не буду говорить другие вещи, то извините, я не замолчу. Правда не стоит никаких коврижек, никаких. Я буду говорить то, что я считаю правильным, доколе я есть перед Богом, перед людьми. И у меня было два портфеля, Демидович сидел вот в кресле напротив и говорил, ты понимаешь, что ты теряешь, от тебя отворачиваются спонсоры, партнеров теряешь для пилигрима из-за какой-то своей войны, ну, с тем или иным пастором. Я говорю, да, экономическая нецелесообразность правды, это действительно факт, я действительно теряю из этого. Даже Демидович дает позицию. Вот, но Демидович дает позицию. Он на днях обнимался с человеком, который в своей церкви принимал Жириновского. Жириновского, который призывает ядерными бомбами закидать Киев и Америку. Он в Америке стоит, обнимается с пастором, который принимал в своей церкви Жириновского и не просто принимал, а восклицал. А теперь мы вам представляем лидера партии, одной из ведущих партий, пророчества которого почти всегда сбываются. Владимир Вольф и Жириновский церковь, аллилуйя! Вы все эти блоги на Иисус выучиваете, что ли? Ну, я писал блог на эту тему под названием Второе пришествие Жириновского. Вот Демидович может быть обниматься с ними, кто-то еще может с ними обниматься. Махненко не подаст руки, пока не услышит. Простите, братья, я был виноват, это преступление мое пасторское. Все, проехали, вот моя рука, вперед. Но это, простите, дорогого стоит. И я готов терять партнеров, терять поддержку ради правды. Потому что не мной сказано, блаженны, гонимы за правду. Это великая привилегия страдать. И, насколько я понимаю, ты в этой же позиции. Или замолчи о своих вакцинах, о своих этих гендерных претензиях к сбочинцам. Перестань об этом говорить или страдай за правду. Тебе невыгодно это. Невыгодно. Публикуй котиков и рецепты ресторанов. Займись ресторанным интернетом, сектором. Создай 20 сайтов про котиков. И наслаждайся жизнью. И живи, у тебя попрет дело. Вы говорите, что вы ничего в медиа не разбираетесь. Но вы сейчас назвали две этапы темы, которые в блогах популярны. Я просто ненавижу котиков. И мне сегодня занесли кота прямо в ходу. Кулинарный сайт. Мне сегодня занесли кота в дом, причем похожего на рысь. Говорит, он тут заблудился на рысь просто. У меня аллергия на котов. Поэтому у меня фото даже... Мне кажется, что аллергия у меня действует даже на изображение котов в интернете. Смотрите, давайте перейдем несколько вопросов в телезрители зададим. Интернет-зрители наших. А вот Аня Новикова до эфира написала. Для чего Геннадию нужно называться христианинами? При этом попирать учение самого Христа. Ведь можно придумать новое учение, назвать его своим. Так и Бог не будет в поношении. И Геннадий в пределе со своими последователями. Я, правда, у нее спросила, каким образом Геннадий попирает учение Христа, чтобы она провела примеры. Она еще не привела, но может быть ответить. Я понимаю. Я попираю учение Христа, потому что я вылез из ее пещерки, как говорил Фрэнсис Бекон, или из ее ящика. Вот я out of the box вылез из ее боксика, из ее ящичка. Или пошел против определенных культов. Недавно в Америке умерла мама моего хорошего друга, пожилая сестричка в Господе. Как-то она меня встретила вопросом. Пастор, я недавно, я вот в той проповеди, где вы говорили об аджерноменто Евангелии. Я говорю, стоп. Женщине 75 лет. Аджерноменто? Итальянский термин, осовременивание. Я говорю, как вы могли вообще? Она говорит, пастор, я слушаю все ваши проповеди. Я говорю, подождите, вы же выросли в нерегистрированной пятидесяческой церкви. И вот что она мне говорит. Вы не представляете, что со мной случилось, когда я начала слушать то, что вы говорите. Я всю жизнь прожила в пещерке. Меня учили всегда, что кто вот так не верит, вот так не одевается, вот так не поворачивается, вот так не улыбается, вот так не проповедует, не Христи. И весь мир, у меня христианский мир был, вот он, мои 10 браточков и тоят, и говорит, спасибо вам, вы меня вывели из пещеры. Я от всего сердца благословляю эту женщину. Я являюсь христианским пастором. Христос для меня все, основа моей жизни, фундамент, мой спаситель. Главная ценность моей жизни. Я служу Господу Иисусу Христу. И вы уж простите, дорогая сестричка, если мое поведение, мои взгляды не вписываются в ваш ящичек. Может быть проблема во мне, а может быть в вашем ящичке. Ну вот как раз Сергей Шишеня говорит, во-первых, мне здесь предлагают котиками заняться, скорее всего. Уже, что говорят, это моя тема. Ничего страшного, после последнего интервью мне сказали, что мне надо продавать семечки на базаре. Поэтому у меня уже большой выбор профессий. Готовься к натиску врагов. Знаешь, если у меня, если в Ютьюбе или где-то в комментариях к моему очередному видео процент ненависти, проклятия, оскорблений меньше, чем процент благодарности, я чувствую себя дискомфортно. Серьезно? Конечно, потому что давай вспомним, чем закончилась единственная проповедь Иисуса Христа в храме. У него один раз, Христос один раз появился за кафедрой. Его повели сбрасывать с горы. Апостолы, когда они проповедовали Евангелие, это вызывало абсолютно радикальные взгляды. Если я проповедую, и никто не ерзает в кресле, и все чувствуют себя комфортно, я никого не цепляю, скорее всего, с колоссальной вероятностью, я трачу время зря. Ну, Геннадий, знаете, вообще я как раз пишу статью на эту тему. Кто такие хейтеры? Если вот взять, вообще рассмотреть немножко по-другому. Вот смотрите, вот вы не любите, мы уже определили котов, пришла эта рысь. Что вы сказали? Уберите его. То есть вы не заходите тайно на сайты котиков этой породы и не пересматриваете все картинки. Вы не просите, вы не ходите возле домов, где живут эти коты. А что делают вообще люди, которые, вы обратили внимание, те люди, которым ты неприятен, они пишут самые длинные комментарии. Они твои истории в Инстаграме пересматривают по 10 раз. Они переслушивают твои эфиры, они знают, что ты сказал на 36 минуте, 53 секунды. Это самые лучшие последователи. Они делают вам все абсолютно рейтинги, и они вас просто культ из вас делают. Большая часть подобных людей действительно будут хейтерами в чистом виде. Но есть вторая категория, и об этом не надо забывать. Есть люди, которые призваны заниматься критикой и анализом тех или иных взглядов. Это их призвание, часть призвания. Вот когда мой друг, доктор богословий, говорит, мне Господь сказал заняться этим пастором. И буквально потратил, я не знаю, сотни часов, перелистывая его проповеди, термины и так далее, и дал свой анализ. Понимаешь, это не просто хейтер. Это не просто хейтер. Музыка. 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 к вам отношения меняются то все уверенно пройдут годы люди как-то пересмотрят свою позицию то есть просто это очень больной вопросы тем более задеты какие-то и имена и особенно я думаю здесь страдают люди которые делают иногда из личности культ то есть я считаю так почему люди вообще разочаровываются в интернете когда тот или иной пастор падает знаете почему потому что они были очарованы они были очарованы серьезная для себя много лет назад сделала решение что я очарована только богом и то есть это только единственный мой вот такой путеводитель то есть я воспринимаю если вы сейчас ставите любую личность я уверен что на 50 процентов буду с этим пастором епископом евангелистом не согласен я тебе просто аплодирую я перепроверю серьезно одно из моих одна из моих проповеди когда-то называлась падение последнего идола и я говорил о важности разочарования в пасторе для духовного роста христианина людям надо понять что пастор такой же человек и у меня я не знаю используешь ты или нет у меня есть такой как бы я называю штампы да то есть какие-то типовые ответы на стандартные вопросы вот когда кто-то мне пишет там пастор я вас разочаровался я не пишу заново текст я открываю штампик у меня есть такой и отсылаю копировал кинул ему в ответ да и там приблизительно сказано следующее что задачу очаровывать я ставил один раз жизни но признаюсь был грех на мне я хотел очаровать мою возлюбленную я удачно справился с этим доказывается это тремя биологическими 33 приемными и детьми 28 годами прожитыми вместе через ужасное наше испытание вот я ставил целью очаровать я добился результата очаровывать свою паству я не собираюсь более того я считаю крайне полезным на как можно быстрее на во взрослении духовном человека преодолеть вот этот барьер как я называю последнего идола вот значит у людей на приходе на входе в церковь весь мирский идол они быстро падают остается два последних идола предпоследний это церковь это идеализация церкова какая у нас община какие люди ангелы это быстро пройдет кто-то тебя зацепит обидит наступит на ногу подставит и ты поймешь это обычные люди и по остается последний идол он как красное солнышко он выкатывается за кафедру по воскресеньям он говорит таким хорошеньким религиозным язычком и так все не это и потом куда-то исчезает наверняка всю неделю он проведет на коленях в постах и бдениях молитвенных и опять вернется вот один кто достиг совершенства чем быстрее люди расстанутся с этим искушением тем лучше не надо очаровываться в пасторах тогда не надо будет разочаровываться вы знаете только наверное два я говорю чем ты ближе есть когда мне люди говорят вот эта церковь идеальная говорю о наверное ты там сидишь на последней лавочке ты близко не подошел к руководству близко не подошел к какому-то служению потому что чем ближе и выше ты доходишь у тебя только два варианта либо вообще разочароваться там уйти как люди уходят там ломаются уход в атеизм когда они строят свое богословие на людях да либо они настолько укореняется в боге что они начинают воспринимать промахи людей как просто человеческие оплошности и понимают что в каждом человеке есть божественная суть которую нельзя ни в коем случае опускать и нужно принимать как это как от бога есть что-то человеческая примесь наверно то что я вам геннадий желаю всех личностей про которые вы делаете интервью найти в них что-то все равно божественное воспринимать всех адвокатами дьявола я написал пастору вашей церкви несколько добрых слов на днях и первое что я сказал александр ты мой брат ты мой брат в скобках конечно добавил при всем том что у меня огромные претензии доктринального и этического характера но вторым пунктом я написал еще кое-что я твой старший брат и по возрасту и по опыту служения и по уровню образовую образованности поэтому я я советовал бы найти время и поговорить к моему сожалению я но моя мое предложение мне есть чем заниматься на белом свете но я действительно верю что нам нужен разговор диалог чтобы слышать друг друга к сожалению я также в очередной раз не был услышан я не настаиваю я уж не знаю там отряхнул прах подъеду к офису кстати у меня такая мистика под окнами вашего офиса случилось вот знаешь у меня я всегда оставил точку зрения что у господа великолепное чувство юмора что буквально когда я написал это письмо к вашему пастору и ожидал ответа сказал я готов отложить все и и выделить время те оставшиеся часы которые здесь для разговора это важно для тела христова и убежден но произошла история которая довела меня до слез я это будет смешно я еще не рассказывал эфире я вчера ехал на лексусе которые мне дали я здесь живу недалеко я проезжал мимо вашей церкви вообще не собираюсь не туда заезжать я отправил письмо искал хотите я готов встретиться и разговаривать и нам есть о чем поговорить хотя я пока не готов пожать руку но надеюсь что в результате диалога и мы сможем все-таки ну нормализовать отношения но я просто еду мимо у меня на перекрестке в 100 метрах от вашей церкви внимание глохнет лексус глохнет лексус сзади и толпа машин начинают сигналить мне не заводится они скапливаются как-то что-то бежать неловкая ситуация прямо на светофоре зеленый я первый стоять ему 100 вдруг заводится начинает ехать от этого светофора до вашего офиса метров 70 в 100 и вот ровно на этих 70 100 метрах опять глохнет машина внимание пытаясь уступить дорогу потоку который за мной скопился я уже без работающего двигателя но накатом заворачиваю на вашу парковку под окна к пастору шевченко в доме хлеба я останавливаюсь заглох двигатель я стою на парковке под кабинетом у меня начинается истерика я сижу без слезы текут и рю господи я понимаю что ты желаешь чтобы мы сели и говорили но не до такой же степени я просто ехал мимо я вообще опаздываю на встречу знаешь у бога хорошее чувство юмора я действительно верю что нам нужно разговаривать хотя к сожалению мой оппонент так не думает и это большая проблема я не знаю как какая позиция на данный момент александра я очень долгое время с ним я понимаю что ты представляешь сейчас я здесь поэтому но были например прецеденты так когда вообще личные конфиденциальные разговоры как это сделано сергей демидович выносились в сми когда он обещал этого не делать поэтому я думаю что просто здесь я бы советовала просто конечно есть прецеденты просто может быть есть какое-то опасение с их стороны это это мое предположение это не официальная позиция их я не знаю а насчет вас я считаю это вопрос решать не на просторах интернета просто показывая какая церковь вся такая вот вся в конфликтах и во всем а просто пойти хорошо в бане друг друга попарить и все важные вопросы на протяжении войны я несколько раз был в бане на протяжении войны несколько раз был в бане ваших прекрасных членов церкви замечательных моих друзей туда собиралась немало лидеров вашей церкви мы имели прекрасное общение я так и не дождался там вашего пастора и это плохо я я вполне себе ставлю но поскольку полемика не несет личный характер потому что александр изложил свои взгляды в книге с моей точки зрения идеале это встретиться в эфире я согласна в книге он завал изложил свои взгляды в каких-то обращениях наговорено много у меня к этому масса претензий я считаю что вещи которые там содержатся требуют осмысления и покаяния некоторые вещи являются по моему глубокому же еретическими это ну вот просто просто надо разобраться и покаяться за это и поэтому полемика не внутреннее если это не внутренний разговор потому что когда когда был внутренний он был внутренний но когда это все звучит на разных местах я вчера разговаривал с одним интересным влиятельным здесь человеком говорит никого секрета в этом не было александр это говорил многократно людям при моем присутствии поэтому к сожалению нам не избежать полемики и я обязан вести апологетику не кухонную не закрытую это часть войны за здоровье церкви я фанат церкви эта часть войны за здоровье церкви я не могу вести вну не мог вести полемику с господином мунтианом закрытую да вот там где-то встречаться разговаривать и так далее я вынужден был жесточайшим образом вступить в войну с глупостями и гадостями которые у меня больше всего наверно смутило вообще в этой ситуации тоже видела эти все ролики то есть это не не скрытая информация да но я смотрю когда поднимается серьезнейшая тема вопрос про защиту детей семейных ценностей любое другое какая-то классная проповедь никто не делится ничем но только где-то какая-то сплетня сверкнула или вот падение брата с каким просто радостью все нажимали переписками наконец-то а я говорил что так будет меня это фраза больше всего до сожалею подожди пока брат поднимется за помолись это так и есть но мы же живем в поломанном мире и людям действительно нравится когда кто-то падает но это не извиняет не это не избавляет нас от необходимости иметь полемику и иногда она должна быть внятной и жесткой это часть апостолы занимались апологетикой отцы церкви занимались апологетикой отцы реформации занимались апологетикой люди пишут всем в баню сожалению на мне хороший тезис я значит как стадион так стадион говорят в украине я готов встречаться в любом формате я убежден в необходимости открытого разговора срочно как раз длинного блогер тоже спрашивают у нас такой вопрос как вы считаете что сейчас является основными опасностями для здоровья церкви я считаю что это отсутствие настоящего настоящего реформаторского христианства мы то это та проблема которую назвали протестантизм без реформации я бы описал это так сюда входит все и проблема споров о пацифизме и проблема споров о роли церкви и гражданского общества сюда входит проблема стоит ли тебе заниматься тем чем ты занимаешься все это вот all inclusive да все это в теме недореформированного протестантизма небольшая брошюрочка доктора богословия по моему уже доктор или сейчас пишет докторскую небольшая брошюрка вызвала огромный шум в протестантской славянской среде она называлась протестантизм без реформации сейчас этот брат во христе написал уже огромную книгу и я надеюсь вот эта тема протестантизм без реформации у нас нет реформаторского богословия настоящего здорового мощного основательного мы плаваем в богословской попсе что причудилась пастору в субботу вечером тем воскресенье он кормит церковь не утруждая себя со измерением сказанного с классикой христианской можешь понять вообще абсолютно любой церкви что произошло у кого там может быть в семье то прорезь братами понеслась проповедь на тему повинуйтесь пастору как пророк да которому сказано было были два замечательных пророка и было сказано иди одной дорогой не возвращайся другой а тот сказал просто помолодушествовал да то есть от себя добавил но все равно бог все равно говорил через одного и через другого пророка но просто человек пропустил уже через себя геннадий буквально секунду хотел сказать вот как раз сергею ответить который сказал проект волну экстремизма там против государственной системы я вчера только меня тоже так взбудоражил этот факт я очень многое читала i have a dream мартина лютера кинг вчера только был буквально был праздник да у нас официальный государственный и вчера один факт узнала которого до этого я может быть не 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 вдавалась подробности или или уже его там не так помнила что его прослушивали много лет его прослушивали государства и в бео и слушали записывали все его разговоры переслушивали и после i have a dream после этого просто реформаторского спича который повлиял на сознание многих людей поменял систему сделал огромные изменения в государстве которое мы сейчас знаем равноправном обществе которым мы живем да нету где цвета кожи и fbi поставил на него лейбу на его рекорд и написал это самый опасный и влиятельный нигра в нации вы представляете и ты думаешь вау я бы плохо быть самым опасным я бы время я бы рекомендовал замечать проходит время конгресс его признает дает ему награду уже посмертно ты понимаешь государство не может быть здесь финальная самым опасным проповедником германии были не мюллер и банкёфер сегодня их именами названы улицы университета им стоят памятники музеи ими гордится нация то есть те кто способен идти против мейнстрима и кто не боится дизлайков для меня дизлайки это такие ну это комплименты такие маленькие гвоздички в моей в моей пасторские руки и для меня привилегия страдать за когда говорю правду но я бы советовал америке ввести еще один праздник я не знаю там день рождения карла рейнхальда не бура о котором мало кто слышал среди славян и это совершенно несправедливая штука потому что мартин лютер кинг находился под колоссальным влиянием карла рейнхальда не бура потому что мир в по большому счету был сохранен от фашизма под влиянием одного чудака американского пастора карла рейнхальда не бура я бы с вами рекомендация кому будет интересно я не так давно делал семинары под названием под названием американский кровавый пастор это слишком важно чтобы это пропустить америки есть кому гордиться кем гордиться в пасторских рясах было да есть немало прекраснейших экземпляров настоящего реформаторского христианства а вот нашему постсовковскому пространству надо по-настоящему пережить реформацию и переживем мы или нет это большой вопросительный знак по большому счету от этого зависит будущее наших стран что касается америки я не уверен здесь есть кому кроме славян возвышать голос а вот что будет с россией украиной и постсовком зависит от того что будет церковью станет ли она настоящей реформаторской церкви или нет и как раз моя полемика возвращаясь с пастором церкви дом хлеба в частности это полемика о том что в моей мечте увидеть реформацию моей стране некоторые элементы его богословия это подножка подстава и капкан для христиан поэтому я очень жестко и серьезно и ответственно к этому отношусь потому что эти вещи могут остановить и мечту о реформации настоящие в наших странах у нас не было реформации говоря о самой большой проблеме славянских церквей протестантизм это влияние по советского прошлого ну что пора вырываться пора выходить из этого и пусть ему это все спекуляция все это отношение на вот различные профессии вот продвижение к гору сейчас реально теряем просто информационном пространстве на медийным я прям кричу уже не могу говорю ребят если нужна помощь там организация допустим гранты я вам сегодня сказал кому говорю люди не знают что выделяются медийные гранты там по 10 от 10 до 40 тысяч долларов в месяц на некоммерческие организации статусом некоммерческих организаций и это есть 60 странах то есть ты можешь получать средства проповедуя евангелия еще где-то лет 7 назад вы знаете по какой модели я запускала рекламы на азартные игры освобождение от азартных игр я нашла схему как это круто делают казино и просто перебрала все что они делают чтобы выйти на их таргет на их аудиторию это была фейсбук реклама это была гугл реклама и думаю почему не использовать лучшие инструменты вообще светского общества там умы работает великая грешница который вообще произносит слово казино не неприличное святым нет и другого языка или за ты лезешь в эти демонические общие истории молись по четвергам на молитвенном и хватит с тебя ну это не исключает молитвам я искренне рад видя сейчас и слышать тебя потому что нам нужны воины настоящие с реформацией в голове с профессионалы специалисты в чем бы то ни было естественно от богословия до каких-то медийных войн это настоящая война сейчас потому что я недавно писал блог о кулебяке войны вот вот кулебяка ты уже точно не значит такой пирог многослойный пирог знать вот вот война физическая вот здесь окопы и трупы это верхний слой этого пирога вот погибшие люди но это еще не вся война мы уже понимаем слава богу что война идет информация и от нее зависит количество трупов и будут ли они вообще но и это не вся война нам надо идти глубже здесь политические войны политики которые и это не не основа войны а вот здесь самое интересное дальше философия как люди думают о мире и себе и самое главное богословие и молитва вот эти два слоя богословие молитва когда мы допускаем ошибки богословские они приводят физик они приводят к ошибкам философским политическим информационным и к трупам давай я обострю наш сюжет я скажу богословские ошибки моих оппонентов заканчиваются трупами я говорю пацифисты прекратите убивать людей и лить кровь то что если мир уверует в эту ошибку богословскую она будет стоить миллионов жизни если бы пацифизм восторжествовал в соединенных штатах америки в перед мир второй мировой войной погибли бы сотни миллионов людей цена богословских ошибок духовных ошибок она куда она сумасшедшая слава богу за того же не бура который протрезвлял общество политиков богословские элиты и привел к тому что америка вступила в ленд-лизом а потом открытие второго фронта во вторую мировую войну слава богу за это чудо иначе мир бы просто утонул в крови окончательно еще тогда поэтому я нам надо вести войны тебе твои медийные я богослов мне богословский апологетический и нади вообще свою рубрику назвала без ярлыков мне вот нравится потому что я верю что ярлыки они могут ломать человеческие жизни не довешиваются в церквях они они иногда могут вешать с твоими друзьями знакомыми человека параллель ты видишь ярлык кровавый пастор ну вот я хочу сказать какие ярлыка сейчас я я уже не пил крови и хотя я уже не пил крови целых полтора часа нашего интервью я кровавый пас вот я горжусь я горжусь тем что он ко мне тоже прилип с четырнадцатого года за то что мы рыли окопы с моими санами за то что я рыла копы да под угрозой обстрела попадание на под под рады буквально через два дня эти окопы заравнивали российские грады вот пожалуйста ярлык кровавый пастор махненко убийца вот одна сестричка мне сегодня там милая такая женщина судя по всему махненко этот убийца убивает людей нет господа я добрый пастырь а убивают людей те кто лжет кто врет об интервенции путина не говорит про хотя бы не говорит правду они уже убивают мне понравилось когда голливудский документальный фильм о мост холли в лос-анджелесе показывали в кинотеатрах меня пригласили дать дополнительное интервью я был там на одном таком показе и меня после сеанса окружили русские это был уже пятнадцатый год окружили так поджали к стеночке выбрать вообще бить собрались они смеются говорят пастор геннари мы хотим извиниться игра ну поподробнее с этого места призвать и когда началась война в украине мы были убеждены что вы чокнулись что вы сошли с ума что вам мерещится русская армия русские ракеты что вас обманули мы говорили о вас кучу гадостей мы оскорбляли вас простите мы хотим извиниться это нас обманули да мне при повесили ярлык кровавого пастора убийцы и так далее ничего я переживу я переживу блаженны гонимые за праву геннадий буквально еще одну важную тему которую я бы хотела коснуться потому что буквально перед эфиром пришел на инстаграме от светланы гавайских островов такой комментарий и я должна его зачитать сказать вам сейчас секундочку его найду на скала так у геннадия лежит жена дома парализованная нуждается в помощи не только почему но только почему то никто и нигде об этом не говорит почему ведь это важно это нужно и она создала go find me то есть счет на который люди могут поддержать и пожертвовать лечение вашей жены но первое слава богу супруга не парализована но она действительно сильно болеет и я не раз комментировал это она достойнейшая женщина она человек которому извините можно оставить памятники при жизни абсолютно уникальный человек мы прожили какую-то невероятную жизнь надеюсь что еще не до конца ее здоровье действительно подорвано войной в начале войны она по ночам за рулем эвакуировала детей умудрилась шутить я хорошо помню меня есть фото я прощался семьей меня трясло от ужаса от страха я захлебывал со слезами и я обнимал своих детей ночью мы кидали в машины и она за рулем увозила их от войны мы даже не знали толком куда я помню когда в этот момент жуткий момент кто-то из моих друзей нажал фотку и моя жена сидит за рулем улыбается меня типа этот страх от ужаса я рыдаю я имея она улыбается очень сильный человек но к сожалению война такая штука что она убивает и ранит не только осколками и пулями и у меня в медицинских документах написано что сильный стресс четырнадцатого года спровоцировал заболевание супруги она болеет достаточно сильно уже несколько лет она находится с круглосуточно с сиделкой но она очень сильный человек намного сильнее чем я я очень надеюсь что мы еще выкарабкаемся посреди ее болячки вот несмотря на ее болячку последняя история меня просто нам привезли пацаненка прямо с могилы матери со свежей могилы матери его отец повесился а мама умерла мальчишка был уже в нашей республике пилигрим нашем детском центре и его привезли ко мне чтобы он просто пришел в себя вот прямо с могилы через два дня когда она была уже принимать решение отдавать его куда-то дальше в интернаты моя супруга после ужина сказал любимый нам надо поговорить и я знаю и я понял о чем и она будучи сильно больной сказала никакого детского дома никакого детского дома мы забираем мы живем на в недостроенном доме слава богу уже теплым спасибо кстати кое кому здесь присутствующим за то что помогли нам мы утеплились уже да мы строим хороший большой классный дом утеплили но но там все еще строить и строить но моя супруга приняла решение и мы уже на следующий день поехали с этим мальчонкой службу по делам детей это был его день рождения в этот день ему исполнилось 13 лет и никто не спешил бы уже его забрать в семью мне страшно подумать о том что было бы в его судьбе если бы моя жена не сказала в 33 раз за 20 лет забираем и так у меня появился в день рождения мы подписали документы и вот уже больше года в нашей семье в этом году он впервые был путешествие семьей впервые был в горах впервые штурмовал сумасшедшую горную вершину шел к вершине альп с нами впервые кушал в макдональдсе у нас из мариуполя убежал макдональдс впервые купался в аквапарке был в европе впервые это большая привилегия моей же моя жена удивительнейший человек и конечно если кто-то может это светлана да да если светлана может собрать какие-то средства вот уже пишут поделитесь пожалуйста ссылка для супруги геннадия геннадий хочу сказать даже удивляет тот факт когда вот мы говорили про министра да люди у которых вообще нету день не понимают что такое дар материнства и они решают для твоих детей это что происходит у нас в калифорнии люди которые выбрали не иметь детей выбрали совершенно другой образ жизни то есть делают все чтобы отобрать твоих детей ввести их в эту систему то есть забрать у нормальных христианских семей детей и один раз стать матерью это подвиг но 33 то есть я считаю что это просто для меня это женщина-герой как бы люди не относились все кто смотрят комментарии очень разные приходят я глазами просматриваю они просто уходят в эфире я хочу выставить прямо в описании этого эфира ссылку на сбор средств я лично сама хочу поддержать этот сбор и призываю каждого кто сейчас смотрит эфир просто поддержите эту мировую женщину на самом деле можно вообще не говорить ни о чем но сказать то какое влияние эти люди оказали вообще в украине на вопрос усыновления на вопрос опустошения детских домов если скорейшего выздоровления я был на мировой премьере голливудского документального фильма уже в начале войны красная дорожка в нью-йорке шварценеггеру мистер шварценеггер ссори поставок геннадий велкам мировая пресса стать у меня личный рекорд в голливуде потому что я прямо с окопов мы рыли окопы машина поезд самолет прямо с окопов меня привезли поставили на красную голливудскую дорожку на мировой премьере фильма режиссер с тремя номинациями на оскар пальмой ветвы в каннах композитор с оскаром за фильмом маркет сукерберге и так далее так вот я стоял на этой дорожке подумал господи я же это я же трое суток душ нет я стоял на красный глюз друзья хохотали геннадий такого не было в истории человечества чтобы человек стоял на мировой премьере голливудского фильма на красной дорожке трое суток не принимает душ поэтому но в этом фильме на примере в этом фильме моя жена появляется с короткой фразы она очень не любит камеры я тоже но просто эта часть моей войны медийная жизнь да и она говорит одну небольшую фразу и в к зал был заполнен мировыми кинокритиками которые дали высшую оценку rotten tomatoes 98 процентов рейтинг фильма это уникальный рейтинг и она говорит одну фразу и я слышал как эти мировые кинокритики хлюпают носами вокруг меня и потом когда закончилось кино они стоя долго аплодировали и я конечно эти аплодисменты моему господу за нашу чокнутую сумасшедшую жизнь надеюсь что чокнутые никто за мата не принимает опять будут писать что махненко матерился я конечно хочу отдать эти аплодисменты моей супруге она позволяет мне жить вот лариса пишет геннадий как вы думаете в 55 лет уже поздно поздно усыновлять ребенка которому полтора ну если вы живете в калифорнии то вы вы тут в 80 лет раза во щеке так что еще успеете наверное если в украине то я уже задумался бы над этим вопросом может быть лучше поддержать тех кто может это сделать кто помоложе пишут что тоже слышали и хотели бы услышать об этом из первых уст вот светлана тоже не могу не задать вопрос потому что такой такие комментарии пришли уже геннадий не считаете ли вы что не разумное служение богу убивает жен пастырей не считаете ли вы что спасая мир можно убивать ближнего безусловно служение вообще убивает и если вы сторонник богословия господина сандея кажется который написал книжечку как быть пастором без слез я могу вам только посочувствовать потому что настоящее служение богу это несение креста я слышал комментарии кстати здесь где-то в этом районе от одного из служителей слышал комментарии типа вот сумасшедшая жизнь махненко загнала его жену я очень постараюсь воздержаться от грубых сейчас фраз но если вы так думаете я просто хочу вам сказать от очень сложно мягко выразиться я постараюсь если вы правда думаете что христианство это что-то без креста то живите свою жизнь в парикмахерских в салонах спа в курортах на гавайях мы с моей женой как-нибудь доживем свою но там на финише мы оглянемся и посмотрим и мы с супругой прожили надеюсь не до конца очень счастливую жизнь жуткую крайне сложно три советских рубля бюджет на свадьбы 16 померенных квартир за шесть лет угроза от бандитов первый же год моего пастерства угрозы взорвать потому что мы взяли в свой дом девочку которую насиловал очень и очень был крутой бандит и нас обещали взорвать порвать порубить и тем не менее мы стали на ее защиту война с наркоторговлей которые наркодилеры в только в донецкой области по подсчетам спецкора спец корреспондента часть телеканала 1 плюс 1 андрея цаплиенко одного из ведущих журналистов страны по его подсчетам они теряли 2 миллиона долларов в месяц только на территории донбасса из-за нашей войны с наркодилерами затем мы прожили много лет в 500 скверфит 40 там квадратный 45 квадратных метров малюсенький дом с толпой детей беспризорных детей родных наших и приемных нас на пике там было до 17 человек убивает это конечно конечно безусловно если бы мы не воевали с наркоторговцами не строили церковь не жили в приемном жилье не не рвали бы сердца за беспризорных детей безусловно если мы убежали в начале войны куда подальше с нашего мариуполя безусловно наверное мы были бы здоровее но тот кто нас за это осудит вы ничего не поняли в христианстве я вам советую проповедь которая проповедовал церкви дом хлеба по моему на первом дне рождения вашей церкви она называлась прогулка с крестиком наберите посмотрите и подумайте вы можете идти со своим зачем не крест без крести мы несем а так сгибаемся у бога можете жить свою жизнь а мы как-то женой доживем свою конечно настоящее служение богу убивает если перевести ключевую фразу стоящую в центре евангелия не буду сейчас доказывать просто это центр евангелия звучит фраза поняли кто я даты христос и бога живого вот я иду отдавать жизнь ради людей и дальше хотите быть моими учениками берите крест и пойдем за мной а кто хочет душу свою сберечь в том числе и здоровье тот потеряет всего вам доброго критики мои моей жены я был деликатен сейчас я стара у меня крутились куда более резки я держусь скажу так что вас вас будут также смотреть вам будут также и не смотреть и будут противостоять с вами будут соглашаться не соглашаться и после этого эфира мне также много остается непонятным наверное еще больше вопросов родилось чем чем получила ответа в каких-то вопросах я и так продолжаю я хочу благодарить быть вами не согласна вы говорили о 40 минутах я думаю что мы под пару я думаю что мы под пару часов что вы говорили до вас не я не вне правда очень интересно для детей для вообще темы просьба члену церкви дома хлеба передай всем членам церкви дома хлеба что я очень их люблю я думаю если они посмотри александр шевченко мой брат хотя к нему меня очень жестких много претензий то что нам хотелось только всем людям которые у вас в блогах на заставках с разными карикатурами вы ровно так же к каждому не все не все из них мои братья но александр мой брат при всех его заездах я желаю всем моим братьям внимательно проверять свои позиции и прислушиваться к людям вокруг в том числе к старшим людям более опытным людям которым я не стесняюсь себя в этом плане назвать и хотя масса других есть прислушать кое-что подкорректировать это важно ну и я в это воскресенье был церкви дома хлеба я многие были в шоке мои друзья ты что на полном серьезе мне было приятно видеть реакцию людей в доме хлеба некоторые вот подходят я так там стоял поднимать вот так да я действительно пришел поклонился господу послушал неплохое слово вашего гостя пастора и предложил в очередной раз разговор с вашим старшим пастором и его команды к сожалению но но машина заглохла под вашими окнами лексус заглох это же просто фантастика какая-то какова площадь сакраменто стас пипа пересчитай площадь сакраменто узнай и вычисли мне процент того что машина заглухла на площадке под вашим офисом я уверен что это 000000000 процентов это хорошая шутка небо нам есть о чем поговорить мое предложение остается открытым если церковный совет я не готов разговаривать один на один чтобы опять там слова мои не были искажены да но если церковный совет вашей церкви пожелает встретиться я готов прилететь из моей страны выделить день 234 и разговаривать потому что я люблю вашу церковь как и вообще церковь и считаю что это вопрос далеко выходящий за рамки нашего конфликта с алексом в общем то у меня с ним конфликта такого нет вот так и спасибо за за время которое ты уделила мне очень интересно и от всего сердца благословение тебе в твоей работе спасибо я не знаю наверное я не видел никогда мидишь хочешь знамение еще я аж пророк вот я сейчас не шучу перед выездом сюда вот перед выездом я не помню каким образом и почему твоя фейсбучная страничка у меня вот всплыла я не помню ты мне ничего не писала это точно мы не мы не перед мы не переписывались и вдруг твоя страница я стоп или я сразу идентифицирую я помню кто ты смотрю и эта страничка у меня висела день или два вот моих открытых закладках я несколько раз увидел и и вдруг от тебя здесь поступает предложение встретиться и поговорить достаточно достаточно неожиданное предложение я думаю что я сейчас скажу на основании этих совпадений и машины подъехавший под ваш офис и странички твоей завиши там я думаю что бог хотел говорить дал нам возможность поговорить с александром глаза в глаза и с вашей командой но поскольку там не сложилось я кстати сегодня должен был улететь третье совпадение я сегодня должен был улететь у меня самолет был сегодня с утра да у меня было с утра самолет мы должны были уехать утром в аэропорт вчера я ночью сегодня приезжаю мой помощник говорит уже у меня хорошая новость я перепутал мы улетаем через день позже благодаря чему в общем то это интервью состоялось возможно что путем заглушение мотора лексуса и путем появления твоей странички перед моим взором прямо перед этой поездкой очень странного да и вот этого дополнительного дня который у меня тут нарисовался этого вечера возможно все-таки господь как-то ну даст более адекватную что ли информацию людям о том что происходит в частности в моей позиции в наших отношениях от всего сердца я желаю всей церкви христовой здоровья и мой воскресный визит вашу церковь подчеркивал что моя полемика жесткая с пастором никоим образом не относится к к людям которые вокруг поклоняются богу я вместе с ними поклонялся вашей церкви геннадий спасибо за честность и искренность будем тогда с вами прощаться в прямом эфире а и Субтитры создавал DimaTorzok